Всем привет! И сегодня на канале в стране чудес будет очередной обзор моих покупок в наших российских магазинах. В том числе Валберис, Перекрёсток, Светофор и что-то ещё. Плюс сегодня будет немножечко бижутерии с Валберис. Но начну я с семейного магнита. Но купила себе в семейном магните ещё вот таких вот кашпо. Если честно, забрала последние горшки. Сейчас всё подробно прям расскажу. Кто давно на моём канале знает, у меня есть видео про то, как себе устроить цветник за окном на подоконнике, на карнизе за окном. Есть такое у меня видео. Вот тогда я делала именно в таких же зелёненьких кашпо. И на тот момент, это был 2018 год, вот эти вот кашпо в том же самом семейном магните стоили что-то около 200 рублей. Но я разорилась, потому что уж больно мне понравился зелёненький цвет. И как показала практика, уже четвёртый сезон эти горшки стоят у меня на подоконнике. И им хоть бы что, ни снег, ни дождь, ни ветер, ни солнце их не взяло. Даже нисколько ни разу не поменяли они цвет. Как были ярко-сочного салатового цвета, такие мы остались. И тут я нарвалась на вот эти кашпо. Они последние были, 6 горшков забрала. По 80 рублей было просто грех не взять. Вот так здесь устроена внутренняя часть. Производство этих горшков, хочу подчеркнуть, Италия. Поэтому, может быть, они такие бронебойные. Здесь достаточно плотный такой прочный пластик. Поэтому последних 6 штук забрала за 80 рублей. Стояли они, пылились, никто их не брал. А я такая умная пришла и забрала 6 штук. Они вот даже не красные, а такого красивого алого цвета. Теперь уберу из эскадра. И поедем теперь в Валбересе. В Валбересе в очередной раз купила два таких вот блокнотика. Выцепила, пока они были опять по сниженной цене. Уже показывала. Но, тем не менее, покажу еще раз, если, может быть, кто не видел. Вот такие здесь классные. Так, вот так вот. Нет, это просто закладочка. Так вот лежала. Классные такие странички. Просто чудесные. Очень красивый блокнот для ежедневника, для каких-то еще записей. Ну, просто обалденный вот этот блокнот. Просто было невозможно его не взять. Классный. И вот такой уже показывала. Тут, в принципе, из самого необычного. Это вот то, что он вот так вот весь сделан. А листочки здесь просто обычные. Листочки. Какой. Какой. Тут такой был более гнучий. Предыдущий. Просто листочки. Ну, тут уже, смотрите-ка. Мне казалось, что там вот такая обложечка более гнутая. Надо найти, будет потом сравнить. Убраны у меня эти блокнотики. Вот те, которые предыдущие брала. Ну, тем не менее. Люблю я все вот эти вещи. Люблю. В очередной раз заказала себе удобрение на Валбересе. Брала для роз. Это настоящее японское удобрение. Сделанное в Японии. Всегда ищите вот такого вот лебедя. Называется Йорки. Девочки и мальчики, кому нужны такие удобрения на Озоне с промокодом Йорки Мира или Мира Йорки. Я уже, честно, не помню. Я напишу под видео в инфобоксе. До конца мая можно купить такое удобрение со скидкой 10% с моим промокодом. Этим кодом можно воспользоваться только один раз. Если вы им уже пользовались, то уже невозможно. И на Озоне меня ждет еще одна упаковка. Ухватило что-то там за 200 с копейками рублей. И вот это было 315 рублей. Вот эта вот вся упаковочка 315 рублей. Кто в группу Фиолетовое чудо заходит, тот успевает тоже что-то купить на Валбересе и Озоне подешевле. Поэтому, девочки и мальчики, заходите в мои группы. Если вы успеваете схватить что-нибудь подешевле. Или на Озоне, или на Валбересе, либо на Алиэкспрессе. Теперь вот к этим перчаткам, которые показывали во влоге. Показывала из светофора. То есть, да, эти перчатки такие с отрывашкой. То есть, их можно просто вот так вот повесить. Они, ну, такие коротышки. Вот. Ну, чисто там по дому бывает что-то. Там можно в огороде повесить. Сейчас что-нибудь такое надо сделать. То, в принципе, очень даже удобно. То есть, во многих супермаркетах такие висят. Просто, видите, дернула, оторвала перчаточку себе. Я считаю, что очень удобно. 54 рубля за такую упаковку. В принципе, прикольно. Ну, как показывает моя практика, я всегда выхожу в свой палисадничек с перчатками. И очень часто они так и остаются беренькие, лежат в сторонке. А я там ковыряюсь все голыми руками. Раз уж я заговорила про свой огород, я себе поставила на проращивание два вот таких вот. Замочила горошка, медовик и детский сахарный. По-моему, покупала это на почте, если мне не изменяет память. Не помню. Хоть убейте, где я брала эти семена. Вот так вот их уже замочила. Они у меня такие в баночках стоят. Опять же, кто не видел мой супер лайфхак, видите, два стаканчика, один в одном. И там вот проделано отверстие, когда надо вынуть, бац, водичка остается в одном стаканчике, а семена или какие-то там растения у вас там в другом. То есть удобно, да? Причем вот этого горошка гораздо больше. Так, а этот что? А этот у меня? А нет. Нет, здесь тоже все с лайфхаками у меня. Видите? Очень удобная вещь. И что я хочу вам сказать. Кто сейчас зайдет в мою группу «Фиолетовое чудо», рылась я в семенах и нашла там горох фиолетовый. Что это за фиолетовое чудо такое? Я не знаю. Но вообще я считаю, что высокая цена для такого товара, то есть там две пачки обычного зеленого гороха и две пачки фиолетового гороха. Я решила разориться, потому что заказывать это еще на других сайтах. Есть дешевле, но не хочу заморачиваться. Хочу просто прийти в пункт выдачи. В общем, на Азоне заказала 300 с чем-то рублей. Эта упаковка стоит. Там набор из четырех горохов. Фиолетовый горох посажу, обязательно покажу. Сниму отдельное видео от самой посадки до цветения и до плодов. Просто самой стало интересно, что это такое. Ну вот так посмотрела в интернете. Действительно, люди выращивают фиолетовый горох. Но там только вот сами стручки фиолетовые, а горошки все-таки там зелененькие. Ну и теперь обратно переезжаем на Валберис. В Валберисе приехали очередные гольфики-носочки. Вот это вот у нас, по-моему, ничего не написано. Носки для девочки. Носки все-таки не гольфики. Вот такие вот каратышки, беленькие. Я просто смотрела, сейчас покажу. Может быть, кому-то нужны как носочки. Они вот с такой красивой окантовочкой. Очень такие коротенькие. Вот видите, с какими узорчиками. Может быть, кому-то надо будет там на 1 сентября. Там еще куда-то, может, кому-то куда-то надо Это такие коротенькие капроновые красивые носочки. Вот. Я, естественно, мы уже там прокололись с дочерью. Мы делаем из этих носочков и гольфиков колготочки для куколок. Если время будет, я обязательно сниму видео, как это делается. И приехала вот такая вот упаковка. Здесь две пары фиолетовые такие. Тут уже гольфики. Могу сказать, что резиночки у них такие достаточно вроде как широко тянутся. Но я думаю, что будут давить туго. Эти очень красивые. И цена за две пары. Вот такие вот. В ромбик такой. Такой нежно-нежно такой сиреневый цвет. Прям такая нежнятинка. Вот даже камера передает такой более насыщенный цвет. Они немножечко такие побледнее. То есть камера такая более яркая показывает. Ну, очень красивый такой приятный фиолетовый цвет. Так что это будут колготки для куколок. Ну, в принципе, одну пару мне, в принципе, и ребенок может поносить. Но бралось для того, чтобы делать колготки для куколок. Сейчас опять вернусь. Я... Ой! Вернусь тут у меня на столе. Вернусь в ленту. То есть взяла я вот эту футболку. 56 размер 3XL. У кого ленты есть, очень классная такая. Ну, такая немножечко чутка. Такая тянущая такая, как бы стрейчевая. Такая хорошая. Очень хороший хлопок такой. Там не написано, что есть стрейч. Но она такая вот. Вот не будет, как тряпка после стирки. И только дома обнаружила, что да. Вот 3XL это самый большой размер у этих футболок. Так что, если у кого-то есть магазины лента, я расцветку показывала в своем влоге. Ну, вот я взяла такую зелененькую. Я там пыталась 58 размер найти. Ну, в принципе, вот в это вот я влезла в обтяг. Хотя тут показано на сетке 112 объем в груди. Ну, я в обтяг все равно влезла, хотя у меня грудь 130. То есть, ну, вот так вот. Ну, если я там... Я знаю, что в больших лентах, в огромных гипер-лентах. Там даже примерочные, по-моему, есть. В нашей нету. В нашей то, что есть, тому и радуемся. Ну и что? Финал сегодняшнего такого видеообзора. Две брошечки-хаврошечки. Ссылки мне прислал наш Андрюша, мальчишки-бальчиш. Первая вот такая вот дочь взяла. Это вот такая вот. У нас еще курточка на Озоне куплена, джинсовая, как раз на воротничок. Это уж попросила я ее снять. Такой вот тигр, когтястый, зубастый. Ребенок просто в восторге. Просто в курточке сейчас уехала в школу. Потом, может быть, сниму как примерочку. За тысячу рублей брала курточку джинсовую. Сейчас, может быть, где-нибудь... Может быть, в уголочке оставлю фотографию. Если не забуду. Брала, причем, со скидкой большой именно по вот этому... Что там? Премиум аккаунту, который вот дает дополнительную скидку. Так что на этой курточке уже за один месяц мне прям сразу вот окупился этот премиум аккаунт. Ну и завершение. Тоже Андрюшка прислал ссылку. Вот такая вот коробуха. Тут резиночка в подарок. Прям привет от наших китайских друзей. Вот это такое сердечко. Благодарим за покупку. Оставляйте, пожалуйста, ваши отзывы. Нам будет очень приятно. Вот. И вот такая вот брошка вишенки. Ну, как обычно, что-то тут доделано, не доделано. То есть не до конца. То есть ее придется аккуратно вот так вот выкрутить. Аккуратно. Аккуратно это не про меня. Или вкрутить. Ой, я ее сломаю. Я ее выверну наизнанку. Я ее сломаю. Нет, все, не надо так. Нет, все. Все пошло. Нет, не надо ее трогать. В общем, она вот так вот приклеена. Видите, не до конца проклеена. Вот. Какой промежуток оставлен. Здесь просто стразики приклеены. Хотя на фотке думала, что это кубические циркончики. Нифига подобного. Ну, и вот такие вот вишенки. Не буду портить. Пусть уже будет так, как есть. 200 с копейками рублей эти вишенки стоили. Просто вот застежка-булавочка. Причем такая маленькая. Все какое-то такое. Вот такое-никакое. Ну, 200 рублей. Так что вот так вот. Собственно. А на этом сегодня все. Девочки и мальчики, не забывайте про конкурс на моем канале. Я напоминаю, что буквы уже было три. Месяц подходит к концу. Скоро будут еще буковки. Вот. Ну, и в конце, конечно, я вам все скажу. Все подскажу. Кто что-то пропустил, посмотрите предыдущие видео. Может быть, вы найдете недостающие буквы. Ну, а я на этом с вами сегодня прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok